Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Место куратора социального блока в правительстве пустовало недолго. Сегодня губернатор представил того, кто сменит Ирину Долгову. Хитрые схемы займов или доведенный до отчаяния кредитор. Так что стало причиной жестокого убийства в Шипунова? Памятники истории в сердце города, но не в сердце чиновников. Курировать социальный блок в правительстве региона теперь будет Игорь Степаненко. Сегодня губернатор представил его в качестве нового куратора министром здравоохранения, образования и науки и социальной защиты. В этой должности он заменит Ирину Долгову, которая недавно ушла в отставку по обстоятельствам личного характера. Назначая Степаненко, губернатор отметил, что в правительстве его уже хорошо знают. К тому же он имеет профильное педагогическое образование. В правительстве Красноярского края Степаненко долгое время возглавлял управление, которое занималось реализацией нацпроектов. Поэтому работу сфер образования, здравоохранения и соцзащиты он понимает неплохо, заявил Виктор Томенко. А теперь к новой статистике по коронавирусу. За прошедшие сутки в регионе выявили 64 заболевших, четверо скончались. Вслед за Барнаулом в лидерах по заболеваемости Ключевский район. Там за сутки плюс 10 инфицированных. В пресс-службе правительства пояснили, что это не вспышка в каком-то одном месте, а разросленные случаи в разных селах муниципалитета. К тому же в сегодняшнюю сводку попали люди, чьи анализы брали несколько дней назад. Как в 90-й райцентр Шипунова уже два месяца кипит после убийства, которое, по версии следствия, совершил местный фермер, расправившись с тем, у кого взял займ. При этом некоторые жители после этого преступления вздохнули спокойно. Почему? Подробности в репортаже Валентина Аскеровой. Он ему вот в этом месте выстрелил в спину. Вот в этом месте. Выстрелил ему в спину. Сергей маленько пробежал и упал. Выстрелил в спину Сергея друг семьи Владимир. Рассказывает вдова погибшего Лилия. Говорит, он несколько дней караулил ее супруга в кустах. А после замотал тело в строительную сетку и трактором сгрузил в грузовик. Вся территория, все камни светились кровью ночью. Вот эти ворота, они как были открыты, они просто замыты тряпкой. Вот светилось вот так все. Родные погибшего шокированы не только убийством. Тот, кого они обвиняют в преступлении, участвовал в поисках погибшего и вел себя, как ни в чем не бывало. Помимо этого, когда было совершено убийство, племянник мой, вот Сергей, получается, сын, купался на речке. Получается, после того, как он совершил убийство, он к нему подошел, пожал руку. Представляете, какую надо иметь психику? Че, Вань, как дела, как отец? Да ничего, нормально. В это время Сергей уже лежал убитый на базе. Мотив убийства, по версии следствия, избавиться от долгов. Владимир занимал деньги у Сергея на развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства. Занимал подпроценты. В ходе следственного эксперимента обвиняемый в убийстве сознался. Я не знал, что делать дальше. Просто, что сделал. Супруга Владимира отказывается верить в случившееся и добавляет. На такой шаг мужа могло толкнуть лишь отчаяние. Говорят люди, сейчас, на данный момент, очень много ко мне приезжают, звонят и говорят, что до того, что он угрожал, что выметается со своей семьей, типа, я дом буду выкупать себе, что-то куда-то я там съезжу, отдохну, приеду, чтобы тебя уже, типа, в доме не было. Может быть, если только что-то вот это спровоцировало моего мужа, только защищая свою семью. Ребятишкам вот горку делали. Говорю, Вова надо сделать ребятишкам горку. Он говорит, все, завтра пригоню трактор, будем делать. Все, то есть он безотказный для человека. Жители рассказывают, умерший давал в долг под проценты многим. Такой бизнес у него существовал уже несколько лет. А если деньги вовремя не возвращали, забирал Сильков с технику по расписке. Я с ним рассчитался, еще получается, что он даже как бы должен остаться, потому что разница в стоимости техники и по договору, получается, он должен был 350 тысяч отдать. Он вернулся деньги? Нет. Человеку это жалко в любом случае, но все равно это как бы должно было случиться. Я знал его как человека, что он грубый, наглый, бессовестный. Кто с ним связывался, как бы все приходили в минусах к банкротству. Он мне предлагал даже как бы с ним в бизнес тоже войти. Я говорю, нет, спасибо, я лучше потихоньку, помаленьку, ну сам. Я не поддерживаю как бы особо Вова, но я его и не осуждаю. Мы не говорим, что он был святой. Мы ни о чем не говорим. Мы не говорим, не пытаемся его там прям, понимаете, сделать с него икону. Были и вопросы. Где-то наглел. Да, он был где-то жадноватый в деньгах, но он просто пытался забрать свое. Владимир взят под стражу до вынесения приговора. За убийство ему грозит до 15 лет. Дома у него трое детей. Самому младшему из которых два года. У погибшего тоже осталась большая семья, которая могла даже не попрощаться со своим родственником, если бы тело случайно не обнаружили отдыхающие. Я со многими общалась с людьми, которые сидели 25 лет за убийство. Но поверьте, они все убивали и бросали человека, и давали своей семье похоронить. Семьи, обдавевшие, каждая по-своему, держатся друг с другом холодно и надеются на объективное расследование. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Спас дом соседей от пожара в 11 лет. Благодарность от главы Завьяловского района получил местный пятиклассник Никита Гельцер. Еще в апреле у одного из домов в поселке загорелся камыш, а из-за жары и ветра пламя перекинулось на постройки. Мальчик увидел огонь и начал бороться с ним самостоятельно. Присоединил садовый шланг к насосной станции и выиграл время до приезда пожарных. Благодарность школьнику вручили представители краевого МЧС. Сегодня на Барнаульском потоке был праздник, иначе это событие не назовешь. В микрорайоне торжественно открыли футбольную площадку. Не просто площадку, а настоящее поле для мини-футбола. Поле построили всего за месяц. В июле здесь уже проходили первые тренировки. Идея подарить детям площадку появилась еще в 2016-м. Проект поддержали две внебюджетные организации. Фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева и фонд Героя России депутата Государственной Думы Владимира Шаманова, защитники Отечества. Поэтому торжественно открыть площадку и напутствовать юных спортсменов они сегодня приехали лично. Дай Бог, чтобы здесь появились не только новые талантливые футболисты, но спорт вообще воспитывает многие качества, которые в разных профессиях потом пригодятся. Это и настойчивость, упорство, тренировка, целеустремленность и многие качества, которые определяют фактическое лицо каждого человека и гражданина. Чтобы будущие патриоты смогли оттачивать свое мастерство, на новом газоне трудились десятки людей. Небольшие недочеты, которые выявили в июле при приемке площадки, своевременно устранили. Кстати, график и качество работ контролировал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Наверное, вы до конца не осознаете, какой человек, какой человек финансировал для вас строительство этой площадки. Когда придете домой, обязательно наберите в интернете Владимир Шаманов, герой России. И когда вы ознакомитесь с биографией Владимира Анатольевича, увидите его жизненный путь, вы будете гордиться тем, что вы сегодня стояли с ним на этом футбольном поле. Красная лента перерезана, подарки вручены, новые мячи тоже очень кстати. И у юных футболистов появилась возможность пообщаться с героем России и взять автограф. Кстати, фонд Шаманова «Защитники Отечества» проводит большую и важную работу по патриотическому воспитанию молодежи, подчеркнул на открытии площадки глава Барнаула. Владимир Анатольевич Шаманов – это не только спорт сегодня. Это и фонд, это фонд «Защитника Отечества». Я особое ваше внимание уделяю на то, что фондом сегодня не только создаются спортивные площадки, это часть специального процесса, о котором Владимир Анатольевич сказал. Создаются и аллеи, памятники сегодня. Важно ли это? Воспитание патриотизма и так далее. Конечно, очень важно. А пока работа на поле. Многие воспитанники клуба «Патриот» сегодня впервые опробовали новый газон. Поле очень хорошее, то, что без луж. Там, а на других полях все время есть лужи. Из-за этого здесь нет луж, и мы не будем скользить здесь. Увидел какую-то передачу, как раз профессионалы английского футбола говорили, чтобы у тебя нарабатывалась техника, должен быть ровный газон. И как раз качество данного газона они только способствуют для занятий. Пока будет стоять хорошая погода, тренироваться патриоты здесь будут регулярно. Могут поиграть в футбол на идеальном газоне и мальчишки, живущие по соседству. Кстати, подрастает уже и новое поколение любителей игры в мяч. Теперь на потоке для них есть возможность укрепить здоровье и закалить характер. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. И еще за одним спортивным объектом также следят высокие гости. Председатель Комитета по обороне Госдумы России Владимир Шаманов накануне посетил Барнаульский грибной канал, сам оценил его подготовку к Кубку мира и даже обещал помочь развитию грибного спорта в крае. Станете чемпионами, а? Будете прославлять Алтайский край? Да, конечно. Кемпионами мира, олимпийских игр, да? Да. Подбадривал и вдохновлял. Во время визита на канал Владимир Шаманов не смог пройти мимо тех, кто больше всех нуждается в достойном спортивном объекте. С каждым познакомился лично. В Барнауле у нас гребля всегда была на достойном уровне. Я рад, что вы, молодые ребята, продолжаете традиции предыдущих поколений. Посмотрел подготовку канала, затем спортивный зал для спортсменов и музей. Там для него подготовили лучшие кадры с соревнований на Барнаульском канале. Развитие инфраструктуры не осталось незамеченным высоким гостем. Мы обсудили несколько моментов, где мы совместными усилиями обратимся к ряду руководителей федерального уровня для выделения дополнительных ресурсов и материальной базы. Я рад, что моя родина системно развивается. Это видно по облику города, по инфраструктуре. Этот объект – это визитная карточка Барнаула будет в ближайшее время. Уже в мае здесь пройдет Кубок мира по гребле. К масштабному событию готовятся основательно. Планируют закупку новых лодок, бронирование отелей и билетов для спортсменов. А также готовятся к онлайн-переговорам с мировым спортивным сообществом. Я уверен, что майские соревнования следующего года – это серьезный задел для будущего Алтайского края, для развития. Потому что весь мир сюда приедет. Это Евроспорт будет транслировать. Это будет куча зрителей. И то, что касается этого вида спорта, дорога здесь точно открыта для международных соревнований. Но я уверен, что и для других видов спорта это тоже будет неким локомотивом. Когда будут проходить соревнования, можно подходить к дистанции с другой стороны, не мешать спортсменам, которые идут в дистанцию. Также у нас строятся трибуны. Это будет намного лучше, потому что людей, которые приходят просто посмотреть большое количество, они мешают спортсменам выносить лодки, готовятся к соревнованиям. И лучше будет, если они будут сидеть на трибунах. А пока спортсмены готовятся к соревнованиям в октябре. И с нетерпением ждут, когда место их будущих побед примет международных гостей. София Яценко, Николай Шелко. День с толком. История города, которая никому не нужна. Общественники Барнаула просят чиновников обратить внимание на разрушающиеся архитектурные памятники. Ведь если они исчезнут, от старого города уже ничего не останется. И ведь все это происходит под окнами у мэрии, которая тоже находится в исторической части Барнаула. История под сайдингом. Это про здание на Гоголя 41. В советские годы – канифольный завод. Сейчас памятник культуры регионального значения. Но культурой здесь и не пахнет. Многие люди, которые ходят мимо таких зданий, как, например, Гоголя 41, они даже не подозревают, что это здание является памятником архитектуры. Потому что оно обито сайдингом. Проблем как будто нет, но и, извините, нет и самого памятника. По соседству усадьба купца Полякова. Интересно, что ее удалось спасти даже при пожаре 1917 года. Но до нашего времени в хорошем состоянии сохранились два здания-усадьбы. Магазин «Красный» и российско-немецкий дом. Все остальное – склады, конюшни, фабрики по производству валенок и шуб – заброшены. А ведь все эти дома могут о многом рассказать. В этом здании, где сейчас находится краевой шахматный клуб, раньше был городской военкомат. На стене, на память, призывники, уходившие на фронт, оставляли свои имена, фамилии, годы призыва. В 2008 году часть строений потеряла статус объекта культурного наследия. А ведь здесь могла процветать культурная жизнь Барнаула. Но, видимо, это не про Барнаул. Здесь у нас российский и немецкий дом. Здесь национальная культурная автономия немцев Алтая. То есть одно из зданий ей отдано. Да те же самые вечерки, тот же самый шахматный клуб. По большому счету, если эти здания отреставрировать, то почему бы все это не сохранить здесь? В принципе, здесь можно и другие культурные автономии сюда заселить. У нас же есть и другие, ну то, что называется, диаспоры, которые тоже непонятно где находятся. Почему бы часть помещений не отдать им? А здесь мог быть особняк купеческий Гоголя 56. В советское время это был жилой дом. Десять лет назад его снесли. Утраченный памятник архитектуры до сих пор не воссоздан. Здесь, возможно, усматриваются у нас признаки преступления, уничтожения объекта культурного наследия. Поэтому нами направлено заявление в прокуратуру Алтайского края. Мы считаем, конечно, ненормальным, что здание просто отсутствует, а обязательства на него сохранены. Грустная история и с домом на социалистическом 20. Напомним, все это происходит в историческом центре города. Раньше в этом здании находилась краевая поликлиника. Теперь самому зданию нужна помощь. Кстати, не складывается пазл с этой табличкой. Ведь историки говорят, что дом никогда не был жилым. Здесь интересный момент. Эта табличка вообще должна висеть как раз на здании по адресу Гоголя 56. На том самом утраченном деревянном двухэтажном дореволюционном доме. Получается, это здание снесли и зачем-то табличку сюда повесили? Вот это да, непонятно. Это вопрос к управлению государственной охраной объектов культурного наследия. Вопросы возникают и к управляющим компаниям. Гоголя 76. Первая в Барнауле – многоэтажка. В свое время здание даже называли небоскребом. С лицевой стороны еще ничего. Со двора разрушается кирпичная кладка, обвалилась штукатурка. 105 лет зданию, второй век пошел. И, конечно, вот эта старая кладка, она требует бережного отношения. Дом же многоквартирный. И здесь, наверное, надо спрашивать с управляющей компанией, которая отвечает, в принципе, за любой многоквартирный дом и за этот тоже. И даже все эти блеск нищета барнаульской архитектуры вряд ли сохранятся следующим поколением. Будут ли потомки в восторге от застроенных спальных районов и безликих торговых центров – большой вопрос. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Кстати, совсем недавно мы потеряли еще один старинный особняк. Сгоревший дом на Пролетарской 79 оказался историческим памятником. Здание построили в начале 20 века. В годы Первой мировой войны дом принадлежал известному барнаульскому врачу Нилу Рудневу, одному из основателей первой городской больницы. Сейчас это больница скорой медицинской помощи на Комсомольском. Долгое время в здании находилось почтовое отделение, а в последние десятилетия в доме жили бомжи. Некогда добротный, красивый, старинный особняк обречен на то, что его просто снесут. Очень печально, конечно, такое видеть, что у нас более-менее вот эти прочные здания просто забрасывают, бесхозяйственно к ним относятся. И вдвойне больно видеть, когда это происходит с памятниками архитектуры. Напомним, пожар в доме произошел 2 сентября. Второй этаж и кровля сгорели полностью. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По словам жителей соседних домов, в заброшенном здании часто собирались бомжи, они и могли устроить поджог. Также, по словам людей, они неоднократно привлекали внимание властей к старинному дому. Белый лебедь Анна Павлова в Барнауле. На Алтае впервые открылась выставка, посвященная иконе русского балета. В краевую столицу привезли экспозицию Московского театрального музея имени Бахрушина. Кто он такой и с какой целью жителей края знакомят со знаменитой балериной, узнавала Анастасия Грицай. 1925 год. Редкие кадры умирающего лебедя. Напротив – постановка «Гибель цветка». Прима русского балета, буквально его олицетворение, Анна Павлова, стала легендой еще при жизни и продолжает ей быть. Эти экспонаты век назад завещал музею почитатель Мариинского театра, русский купец Алексей Бахрушин. Он говорил, что такое великое не может принадлежать одному человеку. Каждый экспонат пропитан энергетикой белого лебедя. Но первое, что притягивает взгляды гостей – пуант русской примы. По легенде, изготовлен итальянским мастером 20 века Ромео Николини. Балетная туфелька. Она может быть знаковым экспонатом, потому что что же еще дороже? Вот эта туфелька, которая помнит ножку Анны Павловой. Важная часть коллекции – раритетные снимки. Анна Павлова на пороге своего лондонского дома. Кадры с питомцами, фото с ученицами. На всех Павлова невесома и недосягаема, какой она и была. Любой мужчина, наверное, очарован красотой этой женщины. Достаточно глядеться в ее фотографии, чтобы почувствовать ее нежность, ее хрупкость и, конечно, ее загадочность. Потому что для мужчины загадочная женщина – это что там. Спустя почти век после смерти белый лебедь вдохновляет художников и музыкантов. Скульпторы мечтательно повторяют ее изгибы. Это уникальная работа Георгия Лаврова. Он воссоздал образ Павлова из партии «Жизель». Привлекает она и ценителей балета, и любителей красоты. Мы хотели привести в Барнаул проект, который был бы одинаково близок и тем, кто хорошо знает историю театра или историю балета, и тем, кто не знает вообще, чтобы пробудить этот интерес. До 11 октября икона русского балета будет ждать всех желающих в Музее истории, литературы, искусств и культуры края. Анастасия Грицэй, Александр Антропов. День с толком. После продолжительной паузы гостей ждут и в музыкальном театре. Там новый сезон открыли премьеры спектакля «Золотой теленок». Посмотреть на барнаульского Остапа Бендера в первый вечер пришло немало желающих. Среди них и София Юценко. Здравствуйте. Вы меня узнаете? Не узнаю. Неужели не узнаете? Не узнать этого персонажа невозможно. На сцене Алтайского музыкального театра самый известный мошенник и авантюрист советского кино и литературы Остап Бендер. Спектакль «Золотой теленок» – это первая постановка в новом театральном сезоне. Ее долго ждала вся творческая команда, но особенно исполнитель главной роли. Всех актеров вообще в принципе привлекает эта роль, она считается такой очень высокой планкой для актера. Поэтому она привлекает сама по себе роль и этот артистизм, который свойственен Бендеру. Все артисты, все мечтают об этой роли. А зрители, соскучившиеся по музыкальным постановкам, мечтали наконец увидеть барнаульскую интерпретацию знаменитого произведения. Произведение само по себе очень интересное и плохих постановок я в этом театре не видел. Ну, наверное, как всегда нас порадует чем-то интересным и новеньким. Посоветовали, пришел посмотреть. Так, кто нас слышен был, конечно, этим и спектаклем, и произведением. Надеюсь, понравится и артисты, и атмосфера. Атмосферой этого спектакля, музыкой, доволен главный цензор, режиссер постановки Константин Яковлев. А вот что придумывать не старались, так это сами образы. Всех персонажей, зрителей знают почти наизусть еще со школы. Интерес творцов был в другом. Как сыграют актеры то, что людьми уже любимо. А мы чего-то нового придумывать и дополнять уже даже не можем, потому что это настолько уже все отборно. Этот материал, в том его и прелесть, что он уже сам по себе, понимаете, уже с определенными гранями, он уже отшлифованный алмаз. Никаких вот таких новаторских решений, что Зося, например, мужчина, нет в этом спектакле. Мы не удивим, к сожалению. Кстати, посмотреть мюзикл вы еще успеваете. «Золотой теленок» будет радовать театралов по 11 сентября. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «ВЛАР». До встречи в эфире.